Какао в дрожжевой выпечке используют редко и зря. Оказывается, с ним она получается очень красивая и оригинальная. Для этого нужно потратить немного времени и аппетитные булочки украсят ваш стол. Готовые булочки очень мягкие, ароматные и имеют оригинальный разрез. Следуя рецептуре, вас непременно порадует отличный результат. Дрожжи, два чайных ложки, сухие. Мука пшеничная, 550-580 грамм. Молоко, 200 миллилитров. Вода, 100 миллилитров. Сливочное масло, 40 грамм. Яйца у 1 штука, для смазки булочек. Сахар 100 грамм. Какао-порошок, 30 грамм. Ванилин по вкусу. Количество порций 3-4. Подготовьте необходимые ингредиенты. В глубокой чаше соедините теплую воду, дрожжи, сахар 1 столовая ложка, из общего количества, муку 2 столовые ложки, из общего количества. Хорошо размешайте. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре. По истечении времени в дрожжевую смесь влейте теплое молоко. Добавьте яйцо, оставшийся сахар. Перемешайте. Добавьте большую часть муки, мягкое масло и начните замес. Подсыпая оставшуюся муку, замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Разделите полученное тесто на две равные части. В одну добавьте какао. Хорошо вмешайте. Обе части выложите в чашу для подъема, разделив пленкой. Прикройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час 30 минут. По истечении времени каждую часть обомните и раскатайте в пласт толщиной 0 сантиметров 5 миллиметров. Раскатанные пласты соедините. Внизу должен быть пласт с какао. Еще раз прокатайте скалкой. Круглой вырубкой нарежьте из теста булочки. Посередине заготовки вырежьте кругляшок меньшего размера. Застелите противень пергаментом. Выложите на лист заготовки большего размера, без серединки. Серединку переверните, чтобы слой скакал был сверху и вложите в углубление. Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для расстойки. После смажьте яйцом и поставьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Готовые булочки достаньте из противни, переложите и охладите. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok